Объемы вредных выбросов в НПР снижаются. Таковы результаты мониторинга, который проводит в Норильске общероссийская общественная организация «Зеленый патроль». Такая положительная оценка отмечают независимые эксперты. Результат реализуемых норникелем проектов. Это закрытие никелевого завода, модернизация ТОВ, Медного и Надеждинского заводов. Кстати, мониторинг экологи проводили и в других городах края. Трубки с наполнителем, силикогилем, для определения концентрации окислов, серы, азота, сероводородов и других загрязнителей. При помощи этого устройства сотрудники общественной организации «Зеленый патруль» берут пробы Норильского воздуха. С середины марта, рассказывают общественники, им был запущен проект «Чем дышит Красноярский край». Красноярск, Канск, Ачинск пробы воздуха и снега собрали практически везде. Предварительное заключение природоохранной организации, экологическая обстановка в регионе сложная. А связано это с тем, что в крае ежегодно увеличивается количество автомобилей, а каждое маломальски частное предприятие старается установить собственную котельную или кочегарку, чьи выбросы также влияют на состояние окружающей среды и здоровье людей. Меж тем, говорят специалисты, исследования в Норильске станут ключевыми в составлении экологического рейтинга регионом. В НПР на фоне края сейчас самая позитивная динамика в экологической сфере. То, что сам по себе никелевый завод будет закрыт, это не десятки тысяч тонн, это почти 400 тысяч тонн, это в два раза больше, чем весь город Красноярск выбрасывает. Благодаря усилиям компании «Норильский никель» и ее заполярному филиалу, беспрецедентно огромному финансированию, объему финансирования природоохранных мероприятий, рейтинг края повышается. Закрытие никелевого завода, модернизация Толнаской обогатительной фабрики, Надеждинского и Медного заводов – все это способствует улучшению экологии на севере края. Подтверждение этому экологический рейтинг регионов страны, в котором край с 83-й позиции переместился сразу на 67-е место. Независимые экологи говорят, что больше всего на грязный воздух жалуются жители Красноярска. За несколько недель зарегистрировано около 70 обращений. Одно из сообщений было из Норильска. Только связана эта жалоба не с производственными выбросами, а местной исправительной колонии, в которой, говорят эксперты, регулярно варят смолу. От этого смогу и страдают жители нескольких домов на улице Толнаской. Что же касается в целом экологической обстановки в Норильске, то здесь, отмечает зеленый патруль, горожанам помогает ветер. Сильные ветра полностью рассеивают загрязнения, и результаты химических анализов ниже пределов ПДК абсолютно все. То есть, вот такие вот ветра больше 3-4 метров в секунду, а 5-15 метров в секунду, они атмосферу города быстро очищают. Михаил Чернов, Геннадий Зверев. Новости северного города. То, что экологическая обстановка в Норильске улучшается, Роман Пукалов подтвердил и на второй международной научно-практической конференции «Терра Арктика-2016». Она организована НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики при поддержке заполярного филиала Норильского никеля. Подробности далее. А Красноярский край по объему финансирования природоохранных мероприятий на одной из лидирующих позиций в стране. То есть, опять-таки, это благодаря тем событиям, которые происходят в заполярном филиале. Роман Пукалов говорит о том, что Норильск становится центром научной мысли, в том числе экологической по исследованию биоресурсов, сохранению Арктики, продвижению технологий. Верным путем идет Норильск резюмирует Пукалов. А это только во благо успешному сохранению и поддержке природопользования на Таймыре. Нам это тоже интересно, потому что мы хотим услышать, какая динамика. И пока слышу позитивные вещи, динамика хорошая, вы тоже это слышали. Это радует, потому что серьезные предпринимаются компании сегодня. Шаги направлены на минимизацию воздействия наших производств на окружающую среду. Поговорить об этом и о проблемах реальных ресурсных возможностей территории для домашнего и промыслового оленеводства на конференцию приехали ученые, биологи и генетики страны и впервые дальнего зарубежья. Конечно, с привлечением иностранцев мы, конечно, хотим поднять уровень, чтобы как-то выходить на международный, наверное, научный ковер, чтобы как-то обмениваться проблемами, опытом. Опытом своей страны на конференции поделился канадец Майкл Фергуссон, свободный исследователь, кандидат биологических наук. Он рассказал о специфике оленеводства Канадской Арктики. Самое интересное, что в отличие от Аймыра, там нет домашних оленеводческих хозяйств. Культура коренного населения олеутов такова, что олень не содержится на фермах, а живет в природе. Олеуты добывают оленя, а не выращивают его. Олеуты могут продавать мясо только тем людям, которых они знают. И это мясо не продается ни в супермаркетах, ни в ресторанах. Охотиться можно только для себя. Промышленного производства, как у вас, такого нет. Что касается таймырского оленеводца, то здесь было что обсудить. К примеру, в домашних промыслах шкура убитого оленя используется для пошива одежды. А вот шкура дикого оленя утилизируется, так как на Таймыре нет завода по переработке оленей шкуры. И очень часто охотники, разделывая тушу убитого оленя, его шкуру выбрасывают. И это становится уже экологической проблемой. Детально об этом поговорят 8 апреля на конференции, которая пройдет в Дудинке. Опытом по переработке оленей шкуры поделятся представители одной из крупнейших финских компаний. Галина Навродская, Денис Перескоков. Новости северного города. А вот объединенные директы заповедников Таймыра готовят три масштабных проекта в год своего трехлетия. Напомню, в 2013 году было решено объединить заповедники Путоранский, Большой Арктический и Таймырский. В честь памятной даты представители заповедников встретились с общественными организациями, чтобы рассказать о планах на текущий год. Всего в этом году заповедники Таймыра намерены реализовать три крупных проекта. Во-первых, определить численность популяции снежного барана Толсторога. Этот краснокнижный вид проживает только на плато Путорана. За Толсторогом будут наблюдать с вертолетов, организуют работу и полевых групп, в состав которых войдут и волонтеры из числа норильских туристов и путешественников. Второй проект коснется наших северных соседей. В Хаттанге этим летом проведут ярмарку ремесел. Дело в том, что жители Хаттанге, тем более этих поселков, которые там, новорыбные, они как бы сами по себе, а мы как-то здесь сами по себе. И они даже больше, наверное, с Красноярском культурно связаны, чем с нами. Мы хотим эту ситуацию как-то исправить. Кроме ярмарки, работники заповедников намерены сформировать базу данных тайморских мастеров от косторезов до специалистов по работе с бисером и кожей. В идеале предполагается наладить поставки в Норильск этих товаров и создать сайт для всероссийской и международной торговли. Третьим проектом станет работа эколого-просветительской школы. 9 дней 12 норильских школьников будут жить в полевых условиях на озере Лама и учиться о замэкожурналистике. Все три проекта реализуются на грантовые средства норильского никеля. На неделе в Норильске начали ремонт разрушенных кровель после жестокого шторма. Восстановить предстоит крыши почти 50 жилых домов и 30 муниципальных объектов. А это почти 10% от общего количества всех норильских зданий. Времени мало. Скоро весна. На Ленина-7 кипит работа. За выходные отсюда вывезли 10 самосвалов строительного мусора. Отопление и водоснабжение здесь уже есть. Сейчас восстанавливают кровлю. Металл и древесина из аварийного фонда. Часть стройматериалов приходится докупать. У него, у подрядчика, металл есть и вашу, да? И у нас есть металл из аварийного запаса. Равно так и трубу мы все это держим. То есть мы объекты эти закрываем полностью. Но все равно покупать надо. Металл привозить, потому что аварийный запас сейчас висит не можно. А мы уже пропали. У нас уже пропали. А вот Талнахская 33. Здесь штормовой ветер разрушил больше 60% кровли. Не мудрено покрытие ветхое. Крышу хотят перестереть полностью и на новый лад. Проект 1972 года, он с недостатками поменялись и с НИПой нормативы. Все-таки надо уходить на большее сечение, потому что в период минимизации тогда, в период холодной войны... В период сечения имеется в виду вот эти... Брус, да, да. Тогда была жуткая минимизация и делали, ну вот вообще в припыке. Оно, естественно, со временем вершания потерял свой конструктив и оно не держит. Удорожание это даст небольшое, говорят коммунальники. Не больше 12%. С предложением глава согласился. Все сорванные крыши – ветхий старострой. И кто знает, на чью голову он обрушится при очередном порыве ветра. Вот эти вот старые дома еще, с НИПы 1972 года, которые действуют, вот, ну, конечно, надо их менять. Ну и потом вот этот газозолобетон, все-таки это то, о чем мы с вами и в 2012 году говорили, и пытались как-то эти стены укреплять и так далее. Вот сейчас какие-то технические решения нужны новые, чтобы от нас... Восстанавливать кровлю на Толнарской 33 коммунальники обещают уже через две недели. Дополнительно в помощь норильским кровельщикам вызваны 12 специалистов из Новгорода. Большая часть из них уже прилетела. Металлические ограждения уже готовы к установке. А со среды рабочие начнут монтировать стропильные конструкции. Сейчас в Норильске пока восстанавливают кровли самых пострадавших домов. Идут работы на Мира, Нансена, Ленинском проспекте. Городу помогают специалисты подразделений заполярного филиала Норникеля, Норильск Никель Ремонт и ЗСК, в том числе и струематериалами. Со своей стороны мэр пообещал, за все заплатим, все починим. Даже за жилищный фонд, за все наши социальные объекты, за все заплатят муниципалитет. Все, что касается частных предприятий, конечно, уже восстановление, это обязанность собственника. Напоминаем, в городе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Управление ГО и ЧАЭС просит с осторожностью передвигаться вдоль зданий. Все еще возможны обрушения конструкций. Юлия Шестак, Алексей Демин. Новости северного города. А на сессии Горсовета из-за разрушительных последствий стихии пришлось корректировать бюджет. Средства возьмут из резервного фонда. Деньги займут временно до того момента, пока край не окажет городу финансовую помощь. На сегодня власти закончили оценку причиненного в результате стихии ущерба. В итоге пострадало 50 муниципальных зданий. Это 17 миллионов рублей на восстановление. А пожилому сектору ремонту подлежат 156 кровель домов. А это уже 87 миллионов рублей. Итого, более 100 миллионов рублей решено выделить из резервного фонда. Резервный фонд администрации, плановый его размер, как вы знаете, на год 40 миллионов. 2,2 уже из расхода на 37,8 миллионов у нас есть. Я предлагаю увеличить этот резервный фонд администрации на 86 миллионов. Большую часть средств, 80 миллионов рублей, временно решено взять из муниципальной программы реформирования и модернизации ЖКХ, повышения энергетической эффективности на 16-18 годы. Эти деньги планируют вернуть в новое правительство, выделить Норильску обещанную ранее помощь на ликвидацию ЧАЭС. На сессии также решено, что региону необходима более детальная и своевременная метеосводка от гидромета, на что неоднократно на протяжении последних нескольких лет мэрия обращала внимание. Нам информация нужна четко, а не так, по югу Таймыра, в горных районах до 30 метров. Известно то, что у нас уже не первый раз, когда прогноз, в общем-то, оставляет желать лучшего. Поэтому считаем, что если такая служба будет оборудована, она последние годы финансируется крайне плохо. Полномочия это не регионы и не города, но тем не менее, хотим обратить внимание и депутатами обратиться в адрес руководства этой службы. Ольга Кузнецова, Алексей Дюмин, новости с северного города. Появилась и реакция края на сложившуюся ситуацию в Норильске после стихии. Глава региона Виктор Толоконский провел оперативное совещание с правительством. Норильск преодолел очень серьезную ситуацию, связанную с ураганным ветром, перекрытием дороги в аэропорт и невозможностью приема прибывающих самолетов. В кратчайшее время требуется точно оценить масштаб ремонтных работ. Если есть необходимость, нужно усилить состав ремонтных бригад специалистами из Красноярска. И на неделе в Норильске простились с 32-летней Линой Торбеевой, жизнь которой унес жестокий шторм, похоронив ее под обломками обрушившейся крыши. Круглой сиротой остался ее пятилетний ребенок. Кулакол сегодня звонит по Ангелине Торбеевой. В Норильском храме яблоку негде упасть. Все эти люди собрались сегодня проводить Лину в последний путь. Ее убила стихия. Все случилось быстро, в прошлую среду, здесь, на Толнахской. Часть кровли не выдержала напора жестокого ветра и обрушилась на девушку. Ей было всего 32 года. Родственники безутешны. Для них, пришедшие на этот памятный молебен, находят только лучшие слова. Мы хорошо знали. Очень милая, добрая женщина. Очень жаль. Мы очень скорбим. Будем всяко поддерживать, помогать нашему Егору. Пятилетний сын Ангелины тоже здесь. В его жизни это уже вторая большая потеря. Два года назад не стала его папой. После смерти мамы ребенок остался круглым сиротой. Сейчас в Норильске идет сбор средств в помощь семье погибшей. Деньги принимают в приемное управление образования на Кирово 34А. Мэрия тоже обещала помочь деньгами. Семье погибшей выделят 1 миллион рублей. Юлия Шестак, Алексей Демин. Новости северного города. Режим ЧАЭС в Норильске снимут только летом. Комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации назвала точное число пострадавших от шторма домов и муниципальных объектов и дату начала восстановительных работ. Режим чрезвычайной ситуации снимут только 1 июля. К этому сроку все восстановительные работы по ликвидации последствий жестокого шторма должны быть завершены, заявили в мэрии. Пока же продолжается обследование домов и муниципальных объектов, которым понадобится ремонт. Оно должно завершиться к 1 апреля. А к 11 апреля должна быть готова проектно-сметная документация и выбраны подрядчики для ремонта. На ряде объектов у нас уже работают подрядчики. Работают пока под честное слово, не зная до конца ни суммы, не зная до конца ни объемы. Они просто работают потому, что управляющие компании завели их на восстановление кровель. В общей сложности на восстановительные работы потратят 104 миллиона рублей из городского резервного фонда. Мэрия уже обратилась к губернатору и председателю правительства Красноярского края с просьбой возместить незапланированные убытки. Пока же городу помогает заполярный филиал. Подразделения комбината берут у нас, оказывая нам содействие, помощь, берут у нас в ремонт 3 жилых дома. Это Богдана Хмельницкого 1, это нации на 14, нации на 26. Всего от стихии пострадали 156 многоквартирных домов. На 20 из них серьезные разрушения. 50 муниципальных объектов. 22 нужен серьезный ремонт. Людмила Кожевникова, Геннадий Зверев, новости северного города. Все школы города должны стать доступными для детей с ограниченными возможностями уже к 2020 году. Об этом на совещании в Норильске заявила первый заместитель министра образования края Наталья Анохина. В России с 1 сентября вводятся новые федеральные стандарты, которые касаются этой категории учеников. Готовность местных школ к работе с ними и обсудили на встрече. Наметили направление работы и по другим вопросам. Мы с вами должны выполнить 2020 году и достичь показателя доступности дошкольного и общего образования для детей и инвалидов. Этот показатель должен составлять 100%. При этом обеспечить необходимо не просто физическую доступность школы-садиков, но и подготовить кадры к работе с детьми с особыми потребностями. Уже в этом году каждая школа города должна быть готова к обучению этой категории ребят на 22%. В целом, по краю этот показатель уже выдержан, говорит первый заместитель министра образования Наталья Анохина. В Норильске же пока только одна школа оборудована для детей и инвалидов, шестая. Но даже она не дотягивает до стопроцентной готовности, считают специалисты. Финансовые вложения нужны просто огромные. Так что приводить все в соответствие с новыми федеральными требованиями в Норильске будут поэтапно. Начнут с кадрового вопроса. К первому сентября у нас учителя первых классов должны быть готовы для работы с такими детьми. Уже по новым стандартам. Поэтому сейчас первоочередная задача – это подготовка специалистов, то есть обучение педагогов до 1 сентября. Те же приоритеты и у таймырских специалистов, но на их территории ситуация еще сложнее. Если рассматривать город, то из тех 14 учреждений, которые у нас находятся в Дудинке, но стопроцентной готовности нет нигде. Есть, допустим, у 30% готовность доступности. То есть это пантусы, это подъемники, это очень и очень мало. И в поселках мы к этому вообще еще не приступали. И как там приступать, сказать сложно. Сложно сказать и где взять деньги на все инновации. Но это с одной стороны. С другой – внедрение новых федеральных стандартов для детей с ограниченными возможностями – это, по сути, вообще новая страница в истории российского образования, которая только теперь станет доступна действительно всем. Нарушение слуха, зрения, отставания в развитии. Под каждую категорию разработаны специализированные программы, освоить которые придется всем школам, а не отдельным специализированным классам или учреждениям. Востребовано ли это будет на Рильске, пока не ясно. Но федеральная позиция однозначно. Учиться должны все дети, причем там, где им удобно. Да и о качестве образования упомянуло Краевое министерство. И нам нужно улучшить, конечно, качество образования в области физики, химии, биологии. То есть в тех предметах, в которых Красноярский край пока имеет не очень высокие результаты, в том числе по сравнению с Российской Федерацией. А чтобы объективно оценить проблемы на местах, перед Норильском и Таймыром поставили задачу провести независимую оценку качества образования. Заниматься этим должна специализированная организация. Проблема заключается в том, что, по сути дела, нет у нас таких организаций, которые могли это провести. Это первое. И второе, средства в бюджете, скажем так, не предусмотрены на организацию такого рода деятельности. То есть здесь тоже опять проблемы, которые нужно будет решать. Но, тем не менее, задача поставлена, и мы ее будем решать. Правда, каким образом и в какие сроки, еще непонятно. Анатолий Лена Геннадий Зверев, Новости, Северного города. Теперь о том, как можно сэкономить на проезде в муниципальном транспорте. С 1 апреля держатели транспортных карт, или, как их еще называть, электронных проездных билетов, радуют скидки на проезд. С 1 апреля на полгода держателям таких карт, а их более 5000 человек, предоставлена будет скидка в 1 рубль на внутригородских маршрутах. Будет взиматься плата 25 рублей, на межрайонных 39 рублей. По результатам полугодичной деятельности и получения информации, мы дальше продолжим изменения в тарифной политике по электронным держателям карт. Все эти изменения для того, чтобы популяризировать среди норильчан электронные проездные. Сейчас в Норильске ими пользуются в основном молодежь. Вы готовы перейти с обычных денег на электронный билет? Ну, можем попробовать. Наличные. При нынешнем росте цен, наверное, это будет выгодно. К слову об экономии, если вы в день совершаете минимум 2 поездки на муниципальном транспорте, тогда в неделю экономите 10 рублей, в месяц 40, а в год почти полтысячи. Если эксперимент удастся, то НППАД готов предложить норильчанам широкую линейку тарифных планов по транспортным картам. А там, говорят, и скидки будут больше. И новости культуры. Артисты Норильского заполярного театра драмы вернулись с краевого фестиваля «Театральная весна» с тремя наградами. Людмила Кожевникова расскажет, кто удостоился наград и почему в театре их называют общими. Все уже ставь. И дыши через нас. Вот такую хрупкую, но заслуженную награду привез из краевой столицы коллектив заполярного театра драмы. В этом году на фестиваль «Театральная весна» ведущие эксперты отобрали три наших спектакля. Снегири, поставленного по мотивам романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», а также две детские постановки «Крада теле Тарадыр» и «Конек горбунок». Впервые на Ильичане везли на краевой фестиваль такое количество материала и были единственными, кто представил три работы. Кстати, наград на Ильичане взяли тоже три. В второплановой роли всегда даже интереснее, чем главные. Часто такое было. Это в кино можно заметить, например. Там больше свободы где-то, потому что заглавная роль, она как бы совершенно однозначная. А второплановые роли они всегда-всегда были интересны. Роман Лесик, сыгравший Скорика в «Снегирях», победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». У артиста это уже такая четвертая награда. Говорит, удивлен этому не был, но получить награду всегда приятно. А вот кто точно не ожидал «Хрустальной маски», так это Олег Корныльев. Молодому артисту, который в прошлом году сыграл свою первую серьезную роль Гамлета, жюри вручила специальный приз «Лучший дебют». Мы приехали со «Снегирями», и когда мы играли спектакль «Снегири», объявили, что номинация роль второго плана, и как-то Гамлета я даже вообще в расчет не брал. И когда за Гамлета получилось так, что за дебют, ну это было очень неожиданно и, конечно, приятно. Третья награда осталась режиссеру Норильской маяковки Тимуру Файрузову. Его спектакль «Конек. Горбунок» был признан лучшей постановкой для детей. Работы Файрузова не в первый раз отмечают высокими наградами, однако детские спектакли – это особые истории, отмечает режиссер. Здесь и подход должен быть иным. Во-первых, сейчас дети немножко существуют на других скоростях, да, у них другой визуальный ряд. Когда ты делаешь эту историю, рассказываешь для детей историю, ты не можешь об этом не думать. С другой стороны, как ни странно, если ты детям честно рассказываешь историю, как-то честно, вот как раз без всех этих уси-пуси, не дай бог, да, то они это воспринимают с благодарностью. Что любопытно, к своим новым наградам артисты относятся спокойно и не устают отмечать. Эти маски – заслуга всего большого коллектива. Театр – это семья, повторяют в заполярном драматическом. И трудности, и радости здесь общие. Это подтверждает и Светлана Гергерт. Она в этих стенах юбилейный 25-й год. Последние 11 лет в должности директора. Эта театральная весна принесла приятный подарок. Светлане Гергерт присвоили звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края». Самое главное, мне кажется, это сегодня уважение коллектива, доверие коллектива к руководителю. Не бояться того, что предлагается, какие формы предлагаются администрации, либо постановочной командой в лице главного режиссера. И они идут за этим. Вот это важно для руководителя. А награда – это общая заслуга. Три высокие награды – это лишь еще один этап в жизни нашей Маяковки, говорят в театре. До закрытия сезона надо сделать еще очень много. Впереди фестиваль малых городов в Вольске, куда повезут Гамлета, юбилей заслуженного артиста России Сергея Игольникова и новый спектакль перед летними каникулами. Так что эксперты могут уже присматривать материал на следующую театральную весну. Людмила Кожевникова, Алексей Демин. Новости Северного города.